Директор Государственного фонда социального страхования объясняет, пенсии никто не сокращал. 70% от положенных выплат пенсионеры будут получать ровно до того момента, пока в бюджет не начнут поступать достаточные для полных расчетов средства. На сегодняшний день здесь разработан новый тип раздаточных ведомостей. В них отдельной строкой указана задолженность фонда перед гражданами. Мы ее разработали таким образом, чтобы пенсионеру было понятно. Когда он расписывается, он сразу видит, сколько он получает на руки и сколько фонд ему должен еще выплатить по истечении определенного периода. В данном случае доходы фонда не позволяют выплатить пенсии в полном объеме. В фонде говорят, мера была принята, чтобы избежать задержек по выплатам пенсии. Такой порядок расчетов позволяет вовремя погашать социальные выплаты, и сейчас они проводятся по всем районам. Инструктируют и доставщиков, чтобы те объясняли и разъясняли пенсионерам, что свои деньги они получат в любом случае. Помимо 30%, в долг также запишут часть надбавки в размере 50 рублей. Не затронет новый порядок расчетов только граждан, которые получают минимальную пенсию в размере 606 рублей. Пенсионеры вернут задолженность. Это временная мера сейчас. Я думаю, что мы сможем выполнить обязательства и с удовольствием вернем нашим пенсионерам сумму задолженности, которую мы сейчас вынуждены формировать. На сегодняшний день пенсионеров в нашей республике насчитывается около 140 тысяч человек. В фонде говорят, здесь хорошо знакомы с положением, в котором находится данная категория граждан. Но и о трудностях, которые сегодня испытывает республиканский бюджет, знает большая часть пенсионеров. Многие говорят, придется, конечно, тяжело, но если долги отдадут, то можно некоторое время потерпеть. Нам, когда носили пенсию, нам дали памятки читать и сказали об этом, предупредили, что это будет, что вернут нам. Мы надеемся на лучшее, конечно. Я, допустим, работающий пенсионер. То, что с меня высчитают, что там не останется. Но если подумать о пенсионерах, которые живут на одну пенсию, конечно, это не завидно. Сумма, конечно, большая, но я считаю, что в связи с кризисом, таким положением, что по этой теме. Ну, значит, так должно быть. Будем надеяться на лучшее. Александр Богатый, Алексей Двоенкин, Первый Приднестровский телеканал. Александр Богатый, Алексей Двоенкин, Первый Приднестровский телеканал. Продолжение следует...